МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня тема нашего разговора – экстремальные виды спорта. Что это? Новое молодежное увлечение или усовершенствованный спорт? Поиск неоправданного риска в погоне за адреналином? Или высшее мастерство современных спортсменов? Однозначного ответа нет, однако мы попытаемся разобраться на примере сноубординга, где сноуборд – это спортивный снаряд, предназначенный для скоростного спуска заснеженных склонов и гор. С каждым годом растет число любителей этого вида спорта, потому что, во-первых, зима у нас снежная, да и, во-вторых, есть замечательные места для массовых катаний. Как получилось так, что ты начал кататься на сноуборде? Ну, это как альтернативный способ провождения времени зимой, потому что в такую холодную погоду особо на улице ты просто так не походишь, хочется все дома посидеть, а тут как бы отличный повод выйти на улицу, подышать свежим воздухом, покататься. Сколько лет ты уже катаешься? Так, это уже пятый год, наверное, примерно. Кто тебя именно привлек вот к этим занятиям? Друзья, родственники, знакомые? Или ты сам вот решил, что надо идти? Нет, как сарафанное радио подружку привлекла, просто сказала, пойдем попробуем, ну, а дальше уже понеслось. Для начала, чтобы понять вообще, хочешь ты кататься, не хочешь, понравится тебе, не понравится, достаточно просто одеть теплую одежду дома и прийти куда-нибудь на какой-нибудь горнолыжный комплекс, потому что там в основном все нужное оборудование выдают в прокат. То есть, ну, как минимум, тебе нужна доска, ботинки и крепление, чтобы прокатиться. Вот, все остальное уже по мере, там, твоих желаний и возможностей можно приобрести дополнительно. Расскажи о своей экипировке. Ну, у меня экипировка, так как катаюсь давно уже, в принципе, полный комплект, ну, не считая защиты. Защита – это такая вещь, которую каждый выбирает индивидуально, потому что довольно-таки травмоопасный вид спорта. Соответственно, ну, я катаюсь без защиты, то есть все, что нужно. Термобелье обязательно, штаны сноубордические, куртка. Они отличаются… Какого они качества? Можно даже потрогать. Качество, я не знаю, но смысл их таков, чтобы они не пропускали влагу, потому что, когда ты катаешься, очень часто падаешь, допустим, одежда промокает, и ты начинаешь сильно мерзнуть. Эти вещи отличаются тем, что они как раз-таки не впитывают влагу, соответственно, ты катаешься. И обычно даже, когда на улице там минус 20, то тебе жарко от того, что ты двигаешься, потому что, ну, так устроена для этого вида спорта одежда. Как ты выбирал доску? Потому что они же и по размеру, наверное, они все равно… Доска идет по росту, в принципе, выбирается в основном таким образом, чтобы она примерно в подбородок тебе была. Больше, меньше не нужно. Ну, когда начинаешь кататься, в принципе, все равно, потому что смысл понять, как это вообще делать. Потом уже по мере начинаешь разбираться и выбирать то, что нужно. А сложно так вообще научиться вообще кататься? Не так все сложно, на самом деле, потому что, в принципе, люди, которые первый раз приходят, достаточно часа 3-4, чтобы уже более-менее так начинать спускаться по спуску, понять вообще, как это делается. Вот, потому что на разновидности, в принципе, тоже много разных, но в большинстве начинать, в принципе, не так и сложно. Главное – желание и не бояться упасть пару раз. Ты часто вообще катаешься зимой? Выезжаем несколько раз куда-то за пределы Ульянска, потому что у нас, как бы, горок-то мало и довольно-таки быстро это надоедает. Поэтому стараешься как можно чаще выезжать в какие-то другие места, посмотреть, сравнивать, потому что везде разная природа, разные горки, и это довольно-таки очень интересно. Где ты еще был, кроме Ульяновска? На каких курортах катался? Там, я не знаю, в Альпах, там еще где-нибудь? Ну, до Альпов мы еще не доросли, но, в принципе, все близлежащие регионы, то есть в Самаре есть комплекс, в Волынск, в Казань. Более-менее подальше несколько раз выезжали на Урал, потому что там горы большие и горнолыжных комплексов просто очень много. Ну, вот получается, что у вас уже постоянная устоявшаяся компания, которой вы ездите, да, вот именно кататься? В принципе, да. Скажем так, в костях есть людей, которые постоянно ездят, а остальные там по мере возможности кто-то еще прибавляет, кто-то в определенный день, допустим, не может ехать. И, ну, как бы в основном, да, свои компании ездят. Ну, давай посчитаем, ведь это все-таки, наверное, дорогостоящее удовольствие, да, вот куда какая-либо поездка, примерно, сколько она обойдется и по экипировке, например, вот скажем так? Ну, по экипировке, если брать самый минимум, мне кажется, можно тысяч в 20 сейчас уложиться. То есть одеться и взять доску? Ну, по минимуму, если да, и то, если повезет. На самом деле можно и гораздо дороже все это приобрести. Ну, а съездить тоже, даже вот, ну, на Урал это не так дорого, на самом деле. На человека примерно сколько вы выходите? Вместе с проживанием, с катанием, с питанием и с дорогой, если ехать дня на два, на три, то 1015 тебе вполне хватит. То есть это не такая большая сумма. И за зиму можно раз, два, три съездить, в принципе. В сноубординге есть разные направления. Кто-то просто съезжает с горы, кто-то... Есть оборудованы специальные сноупарки, на которых люди делают разные трюки. То есть, в принципе, по мере твоего умения катания и опыта, уже начинаешь что-то пробовать там и делать. Поэтому тут, как бы, это надо показывать. Объяснишь на словах, люди ничего не поймут. Сам вид, во-первых, когда ты находишься в такой обстановке, в горах, где много снега, это очень красиво. Особенно смотреть сверху вниз, с горы. Ну, интересно спускаться с горы. Ты спускаешься с горы, там, на большой скорости. Проносите много мыслей в голове, например, чтобы сейчас там не упасть, ничего себе не поломать. Но, тем не менее, тебя это тянет. И, ну, невозможно остановиться. Какая у человека должна быть физическая подготовка, чтобы вот начать заниматься сноубордом? Не просто же так. Чтобы начать заниматься сноубордом, физической подготовки не надо. Чтобы на гору подняться, существует специальное оборудование, соответственно, ты не тратишь на это силу. Но спуститься с горы тоже много сил не надо. Поэтому просто кто посильнее, может кататься там подольше. Кто послабше, катаются поменьше. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Однако очевиден тот факт, что молодежный экстремальный спорт в настоящее время получает все большее распространение и интерес со стороны не только молодых людей, но и представителей более возрастного поколения, что доказал наш следующий гость программы. Я спортивный турист. Хотя мы большую часть своей деятельности посвящаем имя сакогории. В плане того, есть ли где заниматься и можно ли это делать, наверное, есть и, наверное, имеет смысл, поскольку это очень... Альпинизм, спортивный туризм, или горный, если брать, туризм, да, это один из тех видов деятельности, которые позволяют очень здорово проявить себя мальчишкам, парням, мужчинам. Кстати, вот есть такая расхожая поговорка, ну, была, по крайней мере, в Советском Союзе, что тот, кто не был в армии, тот не знает, как хорошо дома. Вот ее очень можно легко перефразировать и сказать, что кто не был в походе, тот не знает, как это очень здорово быть дома. Любой поход, даже самый простой, это, как это не банально, но есть преодоление, потому что, как бы тебе не было там тяжело, холодно-голодно, вот, ты все равно должен двигаться, перемещать свое тело в пространство, потому что за тебя это никто не сделает. Плюс ко всему, ты должен переносить свой вес, значит, готовить себе стол, дом, пищу и так далее. Вот, большую часть из этого, то есть вот этот бытовой образ жизни, да, какие-то физические кондиции, можно отрабатывать у нас здесь. Вот склон за моей спиной, мерзлый песок, это имитация ледовых склонов, вполне пригодна для того, чтобы готовить здесь новичков в походном первой, второй и даже третьей категории сложности. Вот, по крайней мере, мы готовили здесь и в походном пятой, шестой категории сложности, то есть какие-то навыки, их всегда можно здесь опробировать. Есть карьер в близ деревни Сморозе в Сингильевском районе, есть Камское устье, есть Жигулевские горы, где прекрасные скалодромы для отработки навыков движения по скалам. Вот, ну и вообще, вот как бы, я считаю, что зимние тренировки, они дают очень мощную психологическую подоплеку, как нужно одеваться, как нужно беречь тепло, как нужно преодолевать этот вот некомфорт, потому что в горах там в течение часа может погода измениться от плюс тридцатых или минус каких-то, или там пролить дождем ливнем, грозой и градом и так далее. Вот, все это можно здесь так или иначе отработать. Мы ночью на острове, на Пальсинском, который сейчас едем отсюда, учимся ночевать без палатки, и палатки тоже там наши, вот, ходим в рождественские походы зимой, в майские пешеходки, отрабатываем там установки палат, ориентировку на местности там и так далее. Ну, а лето, естественно, посвящаем Воскрегорию. Была хорошая задумка, значит, организовать эту школу туризма, школу путешествий. В свое время она была очень востребована, вот, в конце девяностых, в начале двухтысячных годов у нас была хорошая школа, там, где я работал на станции детского туризма, вот, то есть вот эта система подготовки кадров, она перешла в такой семинар подготовки именно руководителей, потому что в этом есть некий дефицит, потому что участники, в общем-то, пусть мало, но есть, а вот с командирами проблематичны. Вот, сейчас вот после этого периода какого-то образовался некий вакуум и командиров групп, и даже участников. Поэтому вот года, наверное, три по вечерам, по средам и четвергам я проводил занятия теоретические, значит, в клубе «Пензенский-18», это клуб «Сплав», помещение клуба «Эльбрус», это симбиотетовская система, вот, и по воскресеньям, значит, в субботу и воскресенье мы ходили либо по ходу выходного дня, либо проводили тренировки вот на башне, на санатории, значит, в Майскую гору посещали, там, значит, Индерийский район. Потом возникла идея взять помоложе, потому что, может быть, как-то это даст какое-то развитие, но, к сожалению, в общем-то, опыт пока не удался. Ну, пока надежды не теряю, вот, как бы сейчас готовимся к весеннему уже сезону потихонечку. Может быть, ну, есть, по крайней мере, желающие несколько человек, надеюсь, что как-то может возродиться. А так, теорию мы проводим на базе клуба «Эльбрус», это бульвар «Пензенский-18», а практические занятия мы оговариваем в зависимости от того, что нам нужно отработать либо здесь, либо где-то там в другом месте. Я не хочу обижать там какие-то представители других видов спорта, но все равно по баскетболу, по волейболу я подошел или пришел там в спортзал, я отбегал там 2-3 часа, пришел домой, помоться, попрылся, причесался, покушал. Я уже в комфортной среде и могу продолжать цивилизованную жизнь дальше. У нас такой возможности нет. Мы уходим, у нас минимальный срок, там, в этой категории сложности похода – это 6-7 дней. То есть мы уходим, и мы автономно живем в этой среде, в природной среде, экстремальной, агрессивной среде зачастую. Значит, и мы должны сами там находить путь, куда нам идти, и, значит, преодолевать те препятствия, которые перед нами там встают, значит, общаться, физически напрягаться, психологически преодолевать свои какие-то некомфортные условия, готовить себе пищу, готовить себе постель, значит, утром вставать, и все это продолжать в течение вот длительного времени. Поэтому с этой точки зрения это очень классный способ или классная форма активной деятельности для тех, кто хочет, допустим, сбросить лишний вес, кто хочет получить кучу удовольствия за достаточно небольшие деньги, потому что у нас в разы дешевле, чем любой курорт или путевка и так далее. Это великолепный, опять-таки, способ, значит, быть всегда как бы в настроении. С сегодняшней точки зрения я считаю, что, в принципе, наверное, можно каждому человеку, каждому человеку будет по силам, значит, самый простой поход. Сильно зависит от профессиональной подготовки командира, потому что дифференцировать под один знаменатель очень активного кренделя и человека, у которого есть, допустим, преобладание лишнего веса, сложно. Но составить такую программу, чтобы и первый получил удовольствие, и второй потянул и прошел маршрут, вот это было бы сложно. Это и есть моя задача с этой точки зрения. Потому что вот сейчас ко мне пришли новички и сейчас еще придут. Вот, мы начинаем разговаривать именно с этого. Как прийти, чтобы ножки не замерзли, ручки не замерзли, и чтобы вам было комфортно. Потому что от этого очень много зависит первоначальное впечатление. То есть, если понравится, он будет продолжать. А если не понравится, он больше не придет. Самый интересный подход, наверное, все-таки это 89-й год. С моими ребятами мы учились и тренировались 8 месяцев, с ноября месяца. У нас было больше 60 занятий в общей сложности, теории и практике. Мы прошли маршрут третьей категории сложности по Северной Осетии, по Кавказу. И было настолько приятно глядеть на итог своей работы, когда ребятишки все делали сами. Мы уже дважды или уже трижды собирались, отмечали там 10 лет, потом 15 лет, потом 25 лет. Здорово. Мы уже как родные стали, потому что вот этот кусок жизни в 9, не в 9, сколько там, 12 дней. Он нас так страднил. Имеет смысл как-то и в школах потихонечку возрождать. Но, к сожалению, вот у нас все детские учреждения доп. образования, они, вот в этой оптимизации, так или иначе, ну, по сути, закрыты. Их совместили с какими-то другими организациями. И они, по сути, там, в разы сократили свою деятельность. И областная станция, и станция детского туризма Заводская, и Северская станция. Вот. Наверное, имеет смысл каким-то образом, может быть, ну, мне трудно сейчас сказать, в Советском Союзе были секции туризма при каждом учреждении, при каждом ВУЗе. Это было, как бы, таким законом, что ли, профсоюзная деятельность была очень мощно развита. И два раза в год мы проводили совместные мероприятия, куда вот эти все ребятишки из этих секций приходили и показывали свое мастерство. Вот. Была мощная областная федерация туризма. Сейчас у нас, кстати, вот это вот рассоединение городской областной федерации там налицо, и мы никак не можем найти какой-то общий знаменательный. Если это тоже плохо, вот это тоже проблемой требует решения. Вот. И, наверное, нужны какие-то шаги в обязательном порядке по восстановлению кадрового состава. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Только самых популярных видов спортивного экстрима более 30. Сноубординг, скалолазание, пейнтбол, рафтинг, скейтбординг, кайтинг и многие другие. Это плохо или хорошо? Пожалуй, не стоит так резко ставить вопрос. Стать асом за неделю невозможно. Надо пройти через сотни проб и ошибок, синяков и ушибов, чтобы достигнуть первых результатов. Так сделали наши следующие гости передачи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алексей, Александр, большое спасибо, что пришли к нам сегодня в студию. У вас как бы очень интересное такое спортивное увлечение, о котором сегодня можете рассказать. Это виндсерфинг и кайтбординг. Да. Вот. Начнем мы с виндсерфинга. Алексей, вот что это вообще за вид спорта? Ну, для начинающих, и как-то образно, не погружаясь в термины, да, это доска и парус. Это водный вид спорта, который сочетает в себе наличие доски, паруса в руках, наличие ветра, солнечной погоды и, в общем, хорошего настроения и желания покорять стихию. Виндсерфингом можно заниматься летом, получается, да, обязательно? Да, обязательно. Наличие воды, ветра, да, это непременно условие занятия этим видом спорта. Как получилось так, что вы, вот вас появилось такое увлечение интересное, достаточно? Это произошло на третьем курсе, это был 2010 год. Почему-то желание возникло, так, из ощущения, из детства, да, желание быть капитаном, да, капитаном какого-то судна, это, то есть, яхта, да, желание поднять паруса и просто, живя на Волге, да, непременно возникает это чувство куда-нибудь идти покорять. Вот, потом, в общем, изучив интернет, да, была найдена, в общем, группа людей, которые занимаются, опять же, для меня это было открытием. Почему на Волге? Только на Волге занимаются или на Свияге тоже, ведь у нас две реки? Нет, наличие, вот этот вид спорта подразумевает наличие большого пространства водного, а наша Волга имеет протяженность ширине 10 километров. Это очень большое пространство для занятий этим видом спорта. Даже вот в Москве, даже москвичи не могут похвастаться таким большим простором для занятий водными видами спорта. То же самое, как и кайтинг, тоже подразумевает в себе наличие пространства. Ну, а ваши друзья, родственники, вот, поддерживают вас в вашем таком интересном обучении, скажем так? Вначале как-то с опаской они к этому относились, так как, в общем, подразумевает достаточно большое удаление от берега. Ты находишься один на один со стихией, да, у тебя в руках только доска и парус. Больше у тебя, как бы, поначалу спасательный жилет присутствовал, непременные условия, как бы, ну, самоспасения, да, и вообще то, что тебя отделяет от суши. То есть никакого телефона, то есть, ну, только те люди, которые тоже занимаются этим видом спорта, которые могут тебе, если в случае чего, да, прийти на помощь. А так, в принципе, все. Вот. Только это их, как бы, возникал вопрос, но потом как-то все это успокоилось, и, как бы, наличие опыта уже позволяло, как бы, уже и успокоиться, как бы, и принимать меня такого, какой я есть, да, занимающимся таким экстремальным видом спорта. Субтитры создавал DimaTorzok Кайтбординг и виндсерфинг – это две совершенно противоположные вещи, или в чем-то есть схожесть? Вот, Александр, объясните, пожалуйста. Я считаю, мое мнение такое, что кайтбординг – это некая эволюция виндсерфинга, то есть это его продолжение. Это более динамичный и более экстремальный вид парусного спорта, который уже предполагает под собой экстрим и некие травмы, которые можно получить при халатном отношении к оборудованию, либо к стихии. В кайтбординге нужен немножко больше ветра, чем в виндсерфинге, и поэтому это подразумевает шторм на воде. Соответственно, непредсказуемые последствия от этого шторма можно ожидать любые. Как давно вы занимаетесь кайтбордингом? Лично я кайтбордингом занимаюсь порядка шести лет, а вообще в Ульяновске старожилы насчитывают 15 лет. Вообще парусный спорт в Ульяновске очень давным-давно развит, еще со времен Советского Союза, когда государство выделяло площади для этого, финансирование этого. Тогда были секции парусной школы, и, соответственно, дети ходили. Дети, затянувшиеся в данный вид спорта, выросли, организовали свое, и таким образом это продолжается, эта история развивается. А сейчас, в наше время, все это, конечно, удорожало, оборудование стоит достаточно больших денег. Для занятия кайтбордингом несколько расширенный диапазон для снаряжения. Во-первых, начнем с того, что кайтбординг, он всесезонен. То есть кайтбордингом можно заниматься круглогодично, летом, зимой, весной, соответственно, осенью. Каждый этот сезон предусматривает свое снаряжение. Если говорить про лето и про воду, то мы катаемся на кайтборде, который ездит по волнам, катается по волнам. Это необходимый обязательно гидрокостюм, желательно наличие сопоставительного жилета, ну и сам парус, сам крыло. Если говорить про зиму, то это идет, опять же, специальная одежда, горнолыжная, непродуваемая. На ноги мы одеваем либо лыжи горные, либо сноуборд и шлем желательно, потому что падения, они очень бывают болезненные. Лед, снег. Таким образом, этот вот комплект, он как бы меняется от времени к времени. В каком возрасте лучше начинать заниматься вот такими вот достаточно необычными видами спорта, по вашему мнению? Если человек понимает, где находится лево и право, это уже можно. Ребят, ну а что вот привлекает человека заниматься именно вот такими видами спорта? Может, можно уже было что-то попроще себе найти? Почему вот именно это? Может быть, там какие-то особые эмоции, особые ощущения? Когда ты паришь над поверхностью воды, несешься на огромной скорости, выполняешь какие-то головокружительные трюки, вырабатываешь столько адреналина, что в простых спортивных такого, наверное, не бывает. Если что, может сравниться паркуром, наверное, кажется. Ну, именно получение адреналина, скорее всего, заставляет писать заявление на работе, что разболелся живот, и выходите. И бежать на ветер, радоваться ему. И немножко в продолжение добавить, какие ощущения. Это вот похоже на то, что ты просто забываешь обо всем. Как тебя зовут? Какие у тебя проблемы? Что, как бы, вообще... Наша повседневность просто растворяется в этом виде спорта. Будь то кайтбординг, будь то виндсерфинг, ты просто живешь своей жизнью. Ты понимаешь, что ты находишься один на один, да? Тебе никто... Ну, как бы, ты сам. То есть от твоих дальнейших действий, да, в общем, зависит то, что будет дальше. А у нас много людей вообще вот занимаются этим видом спорта? Ну, порядка 50 человек. Ну, на виндсерфинге гораздо меньше. Это цифра... Вообще, 10 человек. Ну, 10-12 человек я могу назвать. Где у вас проходят тренировки? Есть какая-то, может быть, тренировочная база, тренировочный лагерь? Или место постоянное, где вы собираетесь? Ну, в отличие от кайтсерфинга, да, мы привязаны, вот, в виндсерфинге подразумевает того, что, как бы, мы находимся в одном месте, вот, поселок Рыбацкий, район яхт-клуба. Это связано с тем, что снаряжение, как бы, очень объемное, да, и парус надо постоянно, как бы, ну, разбирать, собирать, занимает время. Мы к месту совершенно не привязаны. Мы являемся ловцами ветра. Мы смотрим прогноз ветра по всем известным сайтам. Начимся туда, где есть пространство для занятия данного вида спорта. И, если говорить про зиму, мы катаемся везде, начиная от полей, заканчивая Волгой, овраги, свияга, все, что угодно. Где главное, чтобы было небольшое хотя бы пространство и дул ветер. Ну, а какая вот подготовка должна быть у человека, прежде чем начать заниматься этими видами спорта? Всего лишь две вещи необходимые, чтобы заняться этим видом спорта. Это умение плавать. И вторая необходимая вещь – это желание. Если есть желание, то все. Это, как бы, основная, в общем, составляющая любого дела. То есть просто бери и делай. Только для начала, имея вот эти два личных качества, необходимо еще получить теоретическую подготовку. То есть пройти либо самообучение по книгам, либо выслушать от инструктора теорию. Только потом брать в руки парус. Потому что человек, который возьмет в руки парус без теории, он просто либо убьет оборудование, либо убьет себя. Парус обладает очень сильной мощью. И как только человек относится халатно либо к ветру, либо к своему оборудованию, он получает травму обязательно. Как вы считаете, что нужно сделать, например, вот сейчас, чтобы эти виды спорта стали активнее развиваться? Расскажу немножко про опыт Москвы. Есть своя школа «Сила ветра» называется в Москве, в Строгино. У них это на протяжении уже семи лет. Это у них уже существует детский лагерь. Они привязаны к Строгинской пойму. Дети приходят туда как в летний лагерь. То есть родители их утром приводят, вечером забирают. У них обеспечено питание. Даже несколько раз, по-моему. Это полник и обед. Все остальное время они либо проводят занятия на воде, либо на берегу. И как бы все довольны. Это родители, то, что дети всегда под присмотром. Там работают с ними тренера, преподаватели. У нас вообще далеко от этого. То есть у нас все на энтузиазм построено. А хочется, наверное, какую-то поддержку получить. Мой ответ на этот вопрос будет отсутствие какого-то централизованного финансирования. Без централизованного финансирования, как я говорил, которое было в Советском Союзе. У нас все это строится на голом энтузиазме. Некой такой кучке активистов, которые организовывают эти мероприятия, соревнования. Соответственно, люди приходят, и мы даем им на своем оборудовании обучаться. Чем дороже оборудование стоит с нашим любимым курсом доллара, тем меньше получается желания кого-то учить. А вы напрямую от этого зависите. Потому что оборудование все импортное получается. Именно так и есть. Я думаю, если бы было какое-то финансирование, создание кайт-школы, винтсерф-школы, какой-то станции некой, пусть даже с привязкой к месту, нас бы это сильно очень разгрузило, и было бы, наверное, больше позитивных людей в нашем городе. И еще, чем мы, наверное, хороши, так скажем, в кавычках, нас, кайтеров и их винтсерферов, очень интересуют чистые пляжи. Парус, он матерчатый. Материя... Ну, пленка. Пленка. Она рвется об разбитое стекло, которое бьют на пляже. Различный мусор, который на пляже присутствует, он нам совершенно не интересен. Поэтому, пока никого нет на пляже, допустим, это в межсезонье, май возьмем, май-октябрь, нам приходится постоянно убираться на пляже, чтобы не порвать свое оборудование. Но, не взирая на все трудности, все же стоит заинтересоваться хоть одним из этих уникальных и неповторимых экстремальных видов спорта. Это новые ощущения и новые знакомые, что куда лучше, чем безделье. Поверьте, быть спортивным не только модно, но и интересно. Дорогу осилит идущий. Вперед за адреналином! Спасибо за внимание. Свои отзывы и предложения вы можете отправлять нам по электронному адресу арсенал, нижнее подчеркивание, ulnsobakamail.ru или позвонить по телефону 44 10 48. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова